всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале и сейчас я вам расскажу немного информации по поводу привоза автомобилей из японии первый момент что я вам хочу рассказать как бы это ни звучало я не против авторынков я не против зеленого угла и вы это видите по моим роликам я вообще за то чтобы существовал этот рынок но на данный момент сложилась такая ситуация что есть момент с машинами которые были привозены до ограничений после ограничений уплачен утиль сбор не уплачен утиль сбор кто его будет платить когда его будет платить и вот эти вот все качели они немножко усложняют факт покупки для конечного покупателя для конечного покупателя вы можете впороться просто-напросто и впороться нехило потому что машина может стоить 800 тысяч и плюс еще пяти хатка за нее будет налог этот гребаный поэтому проверять если уж вы решили на авторынке брать сто раз проверьте а самый лучший вариант вот если вам будут показывать там когда выданы птс когда выданы документы гтдшка когда машина переехала через границу когда подавались документы вот это вот все самый оптимальный вариант это просто зайти в госуслуги раз эта машина на кого-то приехал а ее по бомбу на кого-то таможили есть человек на которого ее растаможен и у него в госуслугах есть система электронных паспортов так называемая и у него в госуслугах должно да этот документ должен быть его там можно посмотреть поэтому по сути если человеку нечего скрывать он вам покажет что вот пожалуйста такого такого числа потому что подделать бумажку ума большого не надо подделать документ в госуслугах уже нужно под заморочиться там уже посложнее поэтому проверяйте таким образом второй момент есть возможность привезти машины так называемые секции санкционные я больше скажу я сам занимаюсь привозом машин из японии если вам требуется я могу но санкционные тачки с объемом выше 1 и 9 и 2 и 4 возможность привести есть но я их людям не но не помогаю в их скажем так доставки почему потому что найти существует такой момент вот может быть вы обращали внимание когда говорили про машин из германии там была такая тема что машины покупаются в германии а за них еще не проплачено лизинг то есть машины взяты в лизинг они там покупаются приводится сюда ставится на учет получается получается эти дкдг документы птс все четко человек ездит проходит какое-то время ему приходит письмецо либо к нему приходят люди соответствующих органов и говорят вот так и так ваша машина мягко говоря мягко говоря не ваша она еще за кем-то числится и вам придется ее вернуть а тот товарищ который вам ее пригнал ну ищите разбирайтесь с ним сами и вы можете попасть точно также с этими санкционными тачками понимаете япония ввела ограничения она ввела запрет и япония это не то что не россия япония может за этим понаблюдать не просто так они запрет или либо те кто их заставил ввести этот запрет могут понаблюдать и через какое-то время если вдруг эта санкционка окажется у вас она мало ли вдруг я ничего не хочу сказать будет проверено и вы можете также остаться без тачки потому что запрет есть и причем вернуть ее захотят не наши власти а власти японии либо у вас просто она превратится в памятник то есть машина у вас по факту заберут но ездить на ней будет нельзя поэтому либо будут вопросы а где вы ее взяли а кто вам ее привез а каким вообще образом вы притащили себе из японии автомобиль который из японии притащить нельзя задумайтесь над этим моментом вот честно вот честно я бы не стал заморачиваться потому что проверен мало ли всякое бывает могут проверить можно будет лихо попасть поэтому при всех прочих равных сейчас дешевле и надежнее заказать машину через фирму то есть вот как я там вожу машину еще там кто-то кучу народу самое главное чтобы вас не кинули вот и все плюс когда вы заказываете проверяйте в нескольких местах потому что ну бывает так что люди реально обувают то есть им привозят машины но они за них платят такие бабки там такие суммы просто но там там ни о каких 30 тысячах ну за 30 тысяч никто не будет работать вот там даже не 200 тысяч там даже не 300 тысяч переплат либо там перекупы то есть грубо говоря вы покупаете не напрямую фирмы которые возят а там еще пару человек в этой цепочке присутствуют которые тоже собственно свою руку греют не без этого просто нужно проверять нужно смотреть где дешевле выбирать проверенные места и только в этом случае что-то заказывать кому-то отдавать свои деньги ну и то есть лучше проверять но в принципе так про санкционки рассказал про этот про утиле рассказал про все рассказал в общем-то да что хотел я рассказал чем хотел я с вами поделился лайк дизлайк у нас все можно ничего не запрещается но главное помнить что не бывает плохих автомобилей бывает только плохие хозяева всем пока